Продолжение следует... Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Руководство Украины, сегодняшнее руководство, сегодняшняя Украина явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, теперь они объявляются там некоренными. К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо по своему негативным последствиям с применением какого-то оружия. И Путин, и депутаты Госдумы, и многочисленный обслуживающий персонал, который работает на телеканалах и в информационных агентствах, не может не удивлять прежде всего размахом лживости. Главной мишенью оказался законопроект о коренных народах, после внесения которого в Верховную Раду в Москве стали говорить об ущемлении прав русского и русскоязычного населения Украины. О том, что русских лишают прав коренного народа Украины. Но любой, кто просто решит прочесть текст президентского законопроекта, увидит, что в нем не говорится не только о русских, но и об украинцах. Документ направлен на защиту прав трех коренных народов Крыма. Крымских татар, караимов и крымчаков. Крымские татары сформировались как отдельная нация именно в Крыму, создали на территории полуострова собственное государство, уничтоженное Россией. Караимы – самобытная этническая группа, о происхождении которой ученые до сих пор спорят. Религия караимов родственна иудаизму, но значительно отличается от него. Крымчаки – особая этнолингвистическая группа еврейского народа, практически уничтоженная во время Холокоста. Количество и караимов, и крымчаков в Крыму исчисляется несколькими сотнями. В чем, собственно, проблема? А проблема в том, что Кремль просто решил использовать инициативу Зеленского для очередных нападок на Украину и доказательству «нацистского» в кавычках характера ее «государственности». Что, конечно, особо умиляет, когда Путин сам меряет череп Зеленского и напоминает о его происхождении. Когда в качестве доказательства нацизма избирается законодательство, которое предоставляет права коренных народов малочисленным нациям, которые не имеют своей государственности. При этом и караимы, и крымчаки имеют право на возвращение в государство Израиль. А Украина своим законодательством утверждает их право сохранить свои национальные особенности именно на крымской земле. Какой-то особенный нацизм. Нацизм, который еще раз напоминает, какое же из государств на самом деле является наследником Третьего Рейха. Путин, рассказывающий о еврейском происхождении Зеленского, как о каком-то недостатке своего украинского коллеги, лучшая иллюстрация того, куда скатилась Россия. Президент России Владимир Путин на днях дал интервью российскому государственному телевидению. И в этом интервью он, как обычно, говорил не столько о внутренних проблемах своей страны, сколько врал про Украину, да и вообще нес откровенную дичь. Даже беглый просмотр этого интервью показывает, в какой шизофренической реальности живет российский руководитель. Причем прекрасное там начинается с первого же вопроса. Мы в последние годы, к сожалению, все уже привыкли к крайне таким специфическим новостям с Украины. Которые вы сами и придумываете. Сейчас там уже тотальный перевод всех школ на украинский язык. Все телеканалы должны, обязаны практически все свое вещание строить тоже на украинском. Вся сфера обслуживания передана на украинский. Какой кошмар! В Украине все на украинском. Это же чудовищно. У меня просто нет слов. И это еще что? Пару лет назад я был в Польше, так там вообще все на польском. Доходит даже до того, что уже русские фамилии должны в обязательном порядке переводиться на украинский. О, тут уже тепленькая пошла. Русские фамилии уже переводятся на украинский язык. Слыхали? Был такой глава СБУ Баканов. Все, он уже Баканенко. Вот уже все, новый паспорт выдают. Был глава Верховной Рады Разумков. Все, нет такого уже. Уже розумчу. Всех перевели на украинский. Дикость, дикость, друзья. Пора вставать уже. Просто нет сил терпеть этот беспредел. Короче, к чему он все это подводит? Он подводит к новому украинскому законопроекту о коренных народах. Действительно, есть в Украине такой законопроект. Вы наверняка слышали. Если кто не слышал, погуглите. Абсолютно безобиднейший закон. Но, как обычно, естественно, россияне не были бы россиянами, если бы не устроили по этому поводу истерику. В этом законе им видится нацизм, потому что среди коренных народов нет русского. И по этому поводу, как видим, истерика наступила не просто вот этих экспертов, которые там на ток-шоу к Скобеевой ходят, а даже Путин поддался на эту массовую истерию. Вообще, само по себе деление на коренные первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. Короче, что это за такой страшный закон о коренных народах? Если очень коротко, в нем предлагается считать коренными народами крымчаков, караимов и крымских татар. Все, вот в списке три народа. И как бы нормальный человек, не шизофреник, у которого больше трех изверин в голове, он, посмотрев на этот список, он понимает, о чем идет речь. То есть речь идет о малых коренных народах, которые проживают на территории Украины и не имеют собственной государственности. В этом законе о коренных народах, например, украинцев нет. Да, там нет русских, поляков, болгар, венгров, евреев, то есть всех, у кого государственность есть, туда не включили. Там только крымчаки, караимы и крымские татары. Но россияне считают, что это нацизм. Ну и самый кайф, просто вот сейчас оцените этот уровень маразма вообще и шизофрении. Точно такой же закон о малых коренных народах есть в самой Российской Федерации. Он существует множество лет. Там в этом законе перечисляется перечень этих народов. Туда входят всевозможные там коряки, чукчи, ненцы и так далее. То есть либо Путин вообще уже выжил из ума, впал в полнейший маразм. И он просто не соображает, какие законы действуют в его собственной стране. Он просто этого не знает. Либо он фактически признается, что в самой России законодательство повторяет теории и практики нацистской Германии. Ну вот как раз касаясь международного гуманитарного права. Может быть вам что-то известно о какой-то реакции международных организаций по этому поводу? Оба исследования тоже. Нет. Ничего мне об этом не известно. И мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции не будет. Конечно не будет. Они же не шизофреники вроде вас. Это не наша, не моя прихода. Чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбассом. Так прописано в Минских соглашениях. И под ними стоят подписи непризнанных республик ЛНР и ДНР. Это не наша прихода. Просто так написано в Минских соглашениях, которые мы же Украину и заставили подписать. Ну и дальше, как вы можете слышать, звучит уже совсем откровенное вранье о том, что якобы в Минских соглашениях стоят подписи непризнанных республик ЛНР и ДНР. Это откровенная ложь. На самом деле никаких ЛНР и ДНР в Минских соглашениях нет. Такие аббревиатуры там не упоминаются. Любой может погуглить и установить правду за несколько минут. На самом деле в Минских соглашениях стоят подписи представителей ОРДЛО. Захарченко и Плотницкого. Более того, ведь Захарченко убили. Убили человека и руководителя одной из республик. И тишина тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет. Но тут дальше, что называется, Остапа уже совсем понесло. Во-первых, сами же россияне давным-давно уже признали, что Захарченко убили свои. Убили по коммерческим делам и вовсе даже не за политику. В частности, в своих интервью в этом признавался Игорь Гиркин. Во-вторых, не совсем понятно, кому Путин адресует свои претензии. Мол, вот убили Захарченко и тишина. А кто должен по этому поводу волноваться? Типа мы в Украине должны очень сильно из-за этого переживать. Захарченко же убили на той территории, которую вы контролируете. Как там с расследованием уже всех убийц поймали? Ну и в-третьих, совершенно непонятно, а почему Путин вспоминает Захарченко, но не вспоминает Плотницкого, который тоже вообще-то подписывал Минские соглашения. А что случилось с этим представителем Донбасса? Ну я помню, что его как собаку выпхали из Луганска и потом он исчез. Пропал без вести, мы не знаем, что с ним. Может он в России в тюрьме сидит, или может быть он исчез, может убили его. Вообще непонятно, где он находится. Так хочется спросить, когда его из Луганска выгоняли, это тоже Украина была виновата? И где сейчас этот прекрасный человек? Ну и в заключении такой самый яркий момент из этого интервью. Про НАТО. Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления в страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому что другие глупые, а потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они уже оказались на линии огня, потому что Путин отправил туда своих головорезов, чтобы оккупировать территорию Донбасса и развязать войну, которая длится до сих пор. И стало это возможным. Это у Путина получилось как раз потому, что Украина в НАТО не была. А вот те страны, которые давно уже входят в НАТО, несмотря на то, что имеют даже границу с Россией, почему-то живут в мире. Там нет линии огня. Смотрите, ни в Польше, ни в странах Балтии никакой линии огня. Вот это, друзья, очень важный тезис, который Россия постоянно старается как-то продвигать и вдалбывать в головы людям. Мол, членство в НАТО несет для страны какую-то угрозу. Может образоваться линия огня, может начаться конфликт с Россией. Но реальность нам показывает, что как раз ни одна страна НАТО с Россией ни в какую войну не вступала. Ни в одной стране НАТО нет линии огня с Россией. А вот те страны, которые в НАТО никогда не входили, такие как Украина, Молдова, Грузия, как раз таки подверглись российской агрессии и потеряли часть своей территории, которая сегодня России оккупирована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова